На, 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 на. Здравствуйте, друзья. Хочу отчитаться за предыдущее видео о запрете видеофиксации приставами. Напомню, в одном из предыдущих видео приставы запрещали снимать себя на телефон. Всячески старались, чтоб я выключил камеру. Вызывали при этом своего охранника. Они его называют пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В силу абзаца 7 и 10 пункта 1 статьи 11 Федерального закона о судебных приставах, на него возложены обязанности по осуществлению охраны зданий, помещений, службы судебных приставов, а также по обеспечению безопасности судебных приставов исполнителей, иных должностных лиц службы судебных приставов во исполнении служебных обязанностей. Этот охранник также всячески пытался препятствовать проведению съемки. Приставы требовали какое-то разрешение на видеосъемку, мямлили о каких-то приказах, изданных управлением приставов по области и даже управлением приставов по России. Говорили, что их нельзя пугать, а то они, видимо, пугливые очень. В итоге запретили мне даже знакомиться с материалами исполнительного производства путем видеофиксации. Ну, и, конечно же, закономерным итогом было то, что их действие было в жалованном суде. В первой инстанции суд не признал их действия противозаконными. Ну, это и понятно, как они их в своих шавах будут в чем-то обвинять. И вот, не прошло и полгода, суд апелляционной инстанции, полагаю, скрипя сердце, вынес определение, в котором все-таки признал. Право на видеофиксацию, соответственно, действия приставов незаконными. Я не знаю, но, по моему мнению, судьи апелляционной инстанции, наверное, все еще пьют в лерьянку от того, что им пришлось признать право человека. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете. Долго ли мучила совесть судей принимать или не принимать решения в пользу человека, а не своих прихвостней? Ну, что сделано, то сделано. И вот появилось сенсационное апелляционное определение, по крайней мере, в судебной практике я такого еще не встречал, о признании незаконными действиями приставов по запрету видеофиксации. Ну, читаем, что они пишут. Указывают они то, что суд первой инстанции указал. Суд указал на необоснованность использования дрожжняком видеокамеры, так как, обладая возможностью аудиозаписи, помимо визуального изображения, она могла зафиксировать посторонние разговоры судебного пристава исполнителя с иным посетителем. Указанные выводы судебная коллегия признала ошибочными. Что же дальше? Подстановление ссылки на приказ 2.18.2.19, это не суть важно, не может быть расценено как надлежащее пробовое обоснование, ну, постановление, видимо, поскольку данный приказ нормативным правовым актом не является, не регламентирует вопросы ознакомления сторон исполнительного производства. Это они признали необоснованным. Далее, что же они пишут? Ссылаются на письмов ССП России по 23 декабря 2011 года, которым разъяснено, что законодательство Российской Федерации не содержит запрет производства видеосъемки при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения. Производство видеосъемки в указанных случаях может являться подтверждением законности действий судебного пристава-исполнителя. В данном случае у нас она являлась подтверждением незаконности таких действий. Также судьи пишут, «Голословное утверждение административного ответчика о противоправном несоблюдении должников норм действующей законодательства судебной коллегии не может быть принято во внимание ввиду отсутствия факта привлечения должника к административной ответственности за неуполнение законного требования судебного пристава-исполнителя». Но тут они дали судебным приставам некий месседж, что при запретах видеосъемки необходимо составить акт об административной ответственности и тогда они полным входом будут признавать запрет видеосъемки законным. Поэтому сильно на апелляционное определение это надеяться нельзя, если судебные приставы начнут составлять акты. Ну, акты, актами их тоже можно обжаловать, а в данном случае суд признал незаконными действия приставов, выразить в непредоставлении такому-то право на ознакомление исполнительного производства путем видеофиксации, возложить на административных ответчиков обязанность восстановить нарушенные права. Ну что, я вас всех поздравляю с этим радостным событием. До новых встреч!